Добрый день, уважаемые студенты. Меня зовут Заманов Шухратович. Я преподаватель кафедры ортопедической стоматологии. Тема сегодняшней нашей лекции – обследование пациентов в клинике ортопедической стоматологии. Ортопедическая стоматология – самостоятельный раздел клинической медицины, изучающий этиологию патогенез болезней, деформации и повреждений зубов, челюстей и других органов полости рта в челюстно-лицевой области, разрабатывающие методы их диагностики, лечения и профилактики путем применения ортопедических аппаратов и протезов. Зубочелюстная система – совокупность органов и тканей, взаимосвязанных анатомически и функционально, выполняющих различные, но соподчиненные функции. В состав зубочелюстной системы входят твердые ткани, кости лицевого скелета, включая верхнюю и нижнюю челюсти. Зубы, образующие зубные ряды, система органов, предназначенных для откусывания, дробления и размельчения пищи. Высочно-нижнечелюстной сустав – подвижное соединение нижней челюсти с высочной костью черепа. Жевательные и надподъязычные мышцы обеспечивают пространственное перемещение нижней челюсти по отношению к неподвижной верхней челюсти. Мимические мышцы губы, щеки, нёба и языка – комплекс органов, выполняющих функции захватывания пищи, формирования и глотания пищевого комка, также функция речи. Солюные железы предназначены для смачивания и первичной ферментативной обработки пищи. Схема обследования больного. Начинаем субъективный осмотр, собираем жалобы, анамнез, то есть у нас субъективный осмотр начинается с запроса. Второе – это у нас объективные исследования. В них входят физические методы осмотра, пальпация, инструментальные методы – перкуссия, электрометрия, термометрия, рентгенография и краниометрия. Также лабораторные методы – функциональная оживательная проба, мастикациография и другие. Опрос больного анамнез. Анамнез складывается из следующих последовательно изложенных разделов. Первое – это жалобы больного. Второе – анамнез данного заболевания. Третье – анамнез жизни больного. Четвертое – семейный анамнез. Важно прежде всего выяснить самые ранние проявления болезни, характер и особенности ее течения, вид и объем проведенного лечения. Также выяснить время потери зубов, жалобы на состояние желудочно-кишечного тракта. При сборе анамнеза выясняется по порядку места рождения и места жительства, домашние условия, условия работы на производстве, питание и перенесенное заболевание. В связи с существованием наследственных болезней при аномалиях зубочерестной системы следует интересоваться наличием аномалии у близких родственников. Внешний осмотр больного. При внешнем осмотре определяют наличие или отсутствие асимметрии лица, других деформаций, мимические нарушения, сглаженность носогубных складок, порезы, опухоли, воспалительное состояние, дефекты, возникшие после травмы или других патологических процессов. На слайде представлены варианты соотношения передних зубов с красной каймой губы при улыбке. В клинике ортопедической стоматологии широкое распространение получило деление лица на три части верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя треть лица расположена между границей волосистой части на лбу и линией, соединяющей брови. Границами средней части лица служат линия, соединяющая брови и основание перегородки носа. Нижняя треть лица – это его часть от основания перегородки носа до нижней точки подбородка. Для ортопедических целей важно различать два размера высоты нижней третьей лица. Первую измеряют при сомкнутых зубах и она называется окклюзионной. Вторую определяют положение относительно функционального покоя, когда нижняя челюсть опущена и между зубами возникает промежуток. Это высота относительно функционального покоя. Обследование полости рта пациента Прежде всего необходимо определить степень открывания рта. Затрудненное открывание рта может иметь место как при сужении ротового отверстия, так и при затрудненных движениях нижней челюсти в связи с мышечной или суставной контрактурой. Изучая степень открывания рта, следует обратить внимание на характер движения нижней челюсти, плавность, прививистость, отклонение ее право или влево. При обследовании органов полости рта врач всегда проводит сопоставление увиденного с физиологическими вариантами строения этого органа. На слайде представлены также аномалии прикуса. Обследование полости рта пациента проводит в следующей последовательности. Первая – это у нас оценка зубов. Вторая – оценка зубных дуг, дефектов, в них взаимоотношения зубных рядов. Третья – оценка слизистой оболочки полости рта. Четвертая – оценка челюстей и костей. Обследование зубных рядов Осмотр и обследование зубов проводят с помощью зонта, зеркала и эпицента. Сначала осматривают зубы правой стороны верхней челюсти, затем левой, и с переходом на нижнюю челюсть, продолжая осмотр слева направо. При осмотре каждого зуба обращают внимание на следующее. Его положение в зубном ряду, форму, цвет зуба, состояние твердых тканей, устойчивость зуба, соотношение его вне и внутриаллилярной части, положение по отношению к экклюзионной поверхности зубного ряда, наличие пломб и их состояние. При осмотре зуба стоматологическое зеркало держит в левой руке, а зонт-пинцет в правой. Применение зеркала позволяет осмотреть каждый зуб со всех сторон. Пинцетом определяет подвижность зуба. Зондом – целостность поверхности коронки зуба, чувствительность обследуемого участка, глубину десневого кармана, бороздки, а, возможно, передонтального кармана. Сопоставляя знания анатомической формы зубов, с полученными данными отмечают соответствие или отклонение в форме у каждого обследования зуба. Методы пальпации имеют большое значение при обследовании полости рта перед съемным протезированием. Пальпируя беззубые аллюлярные отростки, выявляют наличие острых костных выступов, подлежащих удалению хирургическим путем или изоляцией, определяют плотность листой оболочки и ее податливость в различных зонах твердого неба, форму скатов аллюлярного отростка. Метод перкуссии. Постукивание в стоматологии производится с помощью ручки пинцета или зубоврачебного зонда. Перкуторный тест проводят при открытом рте, легко постукивая инструментом по различным участкам экклюзионной и вестибулярной поверхности зуба. Перкуссия здорового зуба безболезненна и сопровождается громким ясным звуком. Изменения в пульпе, периодонте, резорпция костной ткани и волокон, периодонта изменяют силу и оттенок звука. По степени болевых ощущений возникают при экклюзионной или вестибулярной перкуссии, судя по состоянию околоверхушечных тканей. Для определения болевых ощущений по стукиванию надо проводить, постепенно увеличивая силу удара. Однако удар не должен быть сильным и резким. Если при перкуссии боль возникла от удара малой силой, не требуется дальнейшего увеличения силы удара. Звуки, получаемые при постукивании, позволяют выяснять состояние пульпа зуба при перкуссии зуба с погибшей пульпой, допульпированного зуба и с запломбированным каналом звук приглушённый. Незапломбированного, темпанический, напоминающий звук, возникающий при ударе по барабану, звук пустоты. Для установления различия в болевых ощущениях и звуковых колебаниях проводят сравнительную перкуссию. Метод зондирования. Зондирование применяют при определении состояния парадонта по косвенному показателю состояния передонтальной щели. Парадонт зуба – это комплекс тканей, характеризующийся генетическим и функциональным единством. Зуб – периодонт с его связочным аппаратом, костная ткань и надкосница десна. У шейки зуба в десне имеется система волокон циркулярной связки образующих мембран, которая не только прикрепляет десну к зубу, но и защищает периодонт от различных повреждений. На границе десна зуб расположена зубодесневая борозда. Нарушение связи эпителиального прикрепления с кутикулой слоя эмали является начальным моментом образования передонтального кармана. При патогенных воздействиях местного и общего характера с сочетанием эндогенным и экзогенным воздействием могут развиваться различные заболевания. Парадонтальное зондирование Нормальная глубина карманов не превышает 2-3 мм Вторая картиночка Если глубина кармана 4-5 мм то имеет место парадонтит легкой формы и достаточно произвести снятие зубного камня. При глубине кармана 5-7 мм можно произвести полировку обнаженного корня чтобы десна легче приросла к зубу. При глубине кармана 7-9 мм необходимо микрохирургическое вмешательство после которого назначают общее местное и противовоспалительное лечение. Рентгенологическое исследование подразделяется на два типа основные и дополнительные основные это внутротовая рентгенография и внеротовая рентгенография телерентгенограмма. Дополнительные это у нас получается томография панорамная томо- и рентгенография ортопантомография телерентгенография компьютерная томограмма и другие. Внутриротовая рентгенография близкофокусная контактная рентгенография позволяет получить снимок одного-двух зубов. Контактная рентгенография в приквоз позволяет получить снимок четырех-пяти зубов. При проведении внутриротовой прицельной рентгенографии используют следующее правило направления луча. Принцип половины угла правильно цьешинского. Центральный луч должен проходить через верхушку корня перпендикулярно бисектрисе угла образованного осью зуба и пленкой или датчиком. Параллельная рентгенография правило изометрии. Центральный луч направлен перпендикулярно к исследуемому зубу, а пленка или датчик параллельно к оси зуба. Внеротовая рентгенография подразделяется на панорамную рентгенографию позволяет получить изображение всех зубов тела и аллюлярного отростка верхней или нижней челюсти. Ортопантомограмма позволяет получить изображение зубов и костной ткани верхней и нижней челюсти на одном снимке. Компьютерная томограмма позволяет получить послойное изображение ткани челюстной и лицевой области. Контрастная рентгенография позволяет диагностировать заболевания протоков слюнных желез, циалография, сосудов, реография при введении контрастного вещества йодолипол, липидолипол и другие. Термометрия метод основан на реакции пульпы зуба на температурные раздражители, холод, тепло и термические чувствительности. Термометрия может проводиться с помощью холодной либо теплой воды воздуха для определения реакции на горячее. Может использоваться плагеры для разогрева гуттаперчи. МРТ магнитно-резонансная томография метод позволяющий исследовать ткани в том числе мягкие и органы с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса. Также используем УЗИ метод исследования с помощью ультразвуковых волн используемые для диагностики заболевания внутренних органов и мягких тканей. Миография метод исследования биоэлектрической активности мышц позволяющий регистрировать сократительную деятельность мышц. Спасибо за внимание.